Здравствуйте, меня зовут Александр Хокин, и это подкаст «Небинарный СССР», где мы с моими коллегами обсуждаем разные стороны и разные оттенки советского прошлого. И сегодня в гостях у нас такой уже международный, мы выходим на международный уровень, потому что в гостях у нас Иван Саблин, научный сотрудник Гильдельбергского университета и автор, недавно вышедший в издательстве «Новое литературное обозрение» книги «Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации». Ссылку на эту книгу я поставлю в описании. Если вы захотите ее прочитать, купить, то Иван будет рад этому факту. Иван, привет. Привет, Александр. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Большое спасибо за приглашение. Да. И вначале у меня парочка технических объявлений традиционных. Пандемия бушует, поэтому мы по-прежнему пишем через интернет. И я заранее приношу прощение за возможные агрессии по качеству звука. Второй момент, что я каждый раз благодарю Елизавету Колесникову, которая сделала нам прекрасные обложки для подкаста. И ссылку на ее инстаграм вы тоже можете найти. Ну и третий. На всякий случай напомню, что вы можете стать спонсором этого подкаста, и он будет выходить чуть чаще. Ну это такие как бы обязательные моменты. И сейчас мы как бы вернемся непосредственно к объекту нашего разговора. И конечно мы поговорим сегодня про Дальневосточную республику и вообще про политику и Российской империи, и ранней советского государства на Дальнем Востоке. Ну первый такой вопрос, знаешь, он немножко может быть не совсем научный, но он в текущей, так скажем, ситуации, мне кажется, очень напрашивается. Вот мы знаем, что сейчас существуют непризнанные государства. Донецкая народная республика, Луганская народная республика. Вот можно ли в какой-то мере рассматривать Дальневосточную республику как такой своеобразный прототип или аналог современной ситуации с непризнанными государствами? Я думаю, что сам формат народной республики это такой достаточно рано принятый большевиками инструмент как раз для создания неформально зависимых территорий. Ну я бы, наверное, здесь обратился к истории самого термина народная республика. Насколько мне известно, самым первым таким действительно важным использованием этого термина было в названии Украинской народной республики. И, как мы знаем, во главе стояли не большевики, но уже непосредственно в ходе гражданской войны большевики начинают сами создавать через своих союзников, или непосредственно напрямую, как в случае Дальневосточной республики, начинают создавать такие народные республики. И, наверное, в ходе каких-то практических экспериментов вот эта форма, она закрепляется. Ну и, как мы знаем, впоследствии народной республики становятся очень важным таким промежуточным состоянием между капитализмом и социализмом. Они еще не социалистические республики, но термин народная республика у нас помещает в сферу особых отношений с Советским Союзом. А насколько Дальневосточная республика действительно была зависима или независима от советской власти? Потому что, ну я честно скажу, как бы я небольшой, естественно, специалист по этому региону. То есть, скорее, я оперирую такими традиционными, в моей голове традиционные образы, которые я почерпнул из школьного, университетского курса истории, из каких-то там, естественно, разговоров про гражданскую войну. Естественно, Дальневосточная республика, она всегда находилась на такой периферии, что-то говорили, ну такое буферное государство, которое там создали, потом как бы отменили. Да, и вот мне очень понятно, насколько это, потому что там то ли белые были, то ли красные, да, блющер зачем-то туда приезжал, естественно, ну вроде как и не то, чтобы это были там социалисты в полной мере, да. Вот насколько действительно там Москва вот в этот период контролировала, да, и насколько она управляла этими территориями? Я бы, наверное, немножко усложнил картину, сказав, что не было какого-то единого центра подчинения Дальневосточной республике. Она была очень тесно связана с партией, но как бы одновременно была подотчетна двум центрам. С одной стороны, в Москве, собственно, Политбюро, с другой стороны, Сибирскому бюро, да, особенно на начальном этапе. И отношения такие выстраивались вот с двумя этими центрами по линии партии. То есть, если мы будем говорить о контроле над правительством республики, то контроль на 100% у большевиков, но при этом не совсем понятно, у каких большевиков, да, каким они группировкам принадлежат, каких они взглядов придерживают. Я в книге условно делю большевиков по их, в общем, политике в регионе, по той политике, которую они поддерживают, на три группы, да, на большевиков-транснационалистов, да, то есть для тех, для кого, в общем, нация не является чем-то важным, и ее можно использовать, в общем, в своей политике, да, на большевиков-регионалистов, то есть те, кто видят регион таким новым, новой такой единицы для реорганизации политического пространства. И на большевиков-националистов, то есть те большевики, которые, собственно, на словах поддерживают интернационализм, но ведут себя вполне себе националистически. Это один момент. Второй момент, если мы будем говорить о зависимости от советского правительства, то два института ДВР были зависимы напрямую. Это армия, народно-революционная армия ДВР, она формально и фактически подчинялась советскому командованию. И служба государственной безопасности, так называемая госполит-охрана, она являлась продолжением ЧК. Это приводило к таким серьезным конфликтам внутри самой ДВР, да, потому что, как я уже сказал, не совсем понятно, какие группы большевиков имели абсолютный контроль над республикой, да, то есть когда одни группы, когда другие выходили на передний план. При этом, например, в армии, в народно-революционной армии ДВР были очень мощные голоса против республики вообще в 20-м году, да, то есть у нас, получается, армия республики выступает против республики. Ну и, конечно, если мы будем говорить об органах государственной безопасности, то их подчинение Иркутску, да, то есть советским чекистам приводило к тому, что они, в общем, чувствовали себя абсолютно независимыми от правительства ДВР вообще. Но в этой, как бы, ситуации, получается, что, а местное, так скажем, условно говоря, население, оно как-то участвовало в жизни республики или, в общем-то говоря, партийный контроль был определяющийся? То, что я говорил, я говорил в основном об армии, о государственной безопасности и о правительстве, да, правительство ДВР – это в узком смысле коллективный президент из семи человек, и он был полностью под контролем, этот орган был полностью под контролем большевиков, но уже в Совет Министров в 21-м году ходили представители небольшевистских партий. Также в ДВР был парламент, у него были не совсем ясные полномочия в Конституции, да, Конституция была написана так, чтобы, в общем, главным органом был вот этот коллективный президент, да, то есть уже в самой Конституции у парламента были неясные полномочия, ну, например, не была четко определена продолжительность сессии, да. Тем не менее, в этот парламент также входила оппозиция, в основном это была социалистическая оппозиция, представители меньшевиков и эсеров, но, насколько я помню, в парламенте первого созыва также было и два депутата, которых мы бы могли отнести к правам, да, то есть, как бы, если мы будем говорить о правительстве в широком смысле, то и в Совете Министров, и в парламенте были не только большевики. Ну, окей, вот, как бы, наверное, с этого можно было начать, но мы, как бы, чуть-чуть попозже к этому вернемся, как бы нашим слушателям, да, кто, может быть, не очень хорошо разбирается, а в целом, это идея Дальневосточной Республики, потому что, ну, естественно, в гражданской войне были много самодеятельности, да, там, и большевики постоянно какие-то новые формы изобретали, вот, ну, традиционно, как бы, во всей литературе говорят, собственно, что ДВР создается для того, чтобы создать буферное государство между РСФСР и Японией, да, вот почему вдруг на Восточной окраине принимается такое странное, да, решение, не просто, соответственно, сказать, что это советская территория, и мы ее защищаем, да, то есть, каким образом вот Марианочная государство защитило эту территорию от японцев, да, почему вот идея, что мы вот сделаем какое-то новое образование, японцы его не тронут, стала, как бы, частью политики внешней? Ну, я здесь, наверное, принадлежу группе историков-ревизионистов в каком-то смысле, да, те новые источники, которые стали доступны после 91-го года, они показывают, что решение о создании ДВР в Москве, оно было утверждено, но принято оно было, в общем, ну, сама идея была разработана не в Москве, да, я следую за Александром Азаренковым, который в российской историографии впервые эту тему подробно осветил, и, в общем, сказал, что формулировки о том, что Ленин придумал Дальневосточную республику, они, мягко скажем, не верны. И если мы будем говорить о двух, скажем, корнях вот этой идеи Дальневосточной республики, да, один из них — это большевик Александр Михайлович Краснощёков, который на момент 17-го года был гражданином США, Абрахам Строуэр, Тобинсон его звали, и он возвращается в Россию как раз в 17-м году, он до этого никогда не был на Дальнем Востоке, он роженец Чернобыля, да. Он уехал давно, много времени провел в Америке и вернулся, как и многие другие эмигранты, через Владивосток, да. Но он решил остаться в регионе, и вот он пребывает у нас в июле 17-го года, а уже в декабре 17-го года он становится главой первого советского правительства Дальнего Востока, то есть он такая карьера реактивная, да, потому что в июле еще местные большевики не знают, кто это, в газетах удивляются, да, кто такой на щеках. Да, и через некоторое время он уже как бы главный большевик. И у него с самого начала возникает такая идея, что здесь нужна какая-то особая региональная структура. То есть он мыслит, несомненно, регион частью советского государственного образования, да, ну или советской политии, да, потому что еще в 17-м году у нас не совсем понятно, как будет советская вот эта власть встраиваться в мировую революцию, да. Ну и Краснощеков говорит о том, что регион особый и о том, что он должен особым образом встраиваться в советское государство. То есть он хочет отделить Дальний Восток от Сибири в первую очередь, да, не от России, а от Сибири. Говорит о том, что нужен прямой контакт с Москвой. И это приводит к тому, что в 18-м году у нас создается фактически обособленная единица Советская Республика Дальнего Востока. Формальное решение принято в апреле 18-го года, но вот это название Советская Республика Дальнего Востока я встречал один раз в резолюции съезда Совета Дальневосточного о национализации. Но при этом Краснощеков возглавляет орган, который называется Дальсовнарком, да, в 18-м году. То есть Дальневосточный совет народных комиссаров. И ведет себя как отдельное правительство, опять же подчеркиваю, отдельное правительство прежде всего от сибирских большевиков. Это как бы один корень, да, идеи. И Краснощеков в 20-м году говорит прямым текстом, что создание ДВР будет продолжением этого курса тоже. И он говорит, но я не видел документальных подтверждений. Он говорит о том, что Ленин поддерживал идею Дальневосточной Федерации. Он называет так государственное образование. Я никаких документальных подтверждений этому не видел, да. Ну, образование такое было в 18-м году, и Краснощек его реанимировал. А второй корень — это, собственно, оппозиция Колчаку бывшая, да. То есть в основном это эсеры и некоторые меньшевики, которые объединяются осенью 19-го года политцентр с целью свержения власти Колчака. И это те люди, которые в январе 20-го года приходят к власти в Иркутске на небольшой период времени. И они как бы ведут такую весьма интересную политику, да. У них в Иркутске особой поддержки на население нет. То есть профсоюзы их не поддерживают, городская беднота их не поддерживает. И в принципе им самим, я думаю, ясно, что им нужно выстраивать отношения либо с Антантой, либо с большевиками. И большевикам они говорят, что нужен непременно вот такой новый проект, нужно буферное государство. Потому что если этого буферного государства не будет, тогда японцы, в общем, эту территорию аннексируют. Союзникам они, в свою очередь, я имею в виду союзникам по Антанти, да, бывшим, объясняют то, что здесь они хотят выстраивать демократическую власть по-настоящему и хотят, в общем, превратить такое образование, создать Сибирскую республику. То есть они не говорят о Дальневосточной республике, не говорят о Сибирской республике. И, в общем, эти два проекта у нас встречаются во время переговоров в январе 2020 года, на которых присутствуют и эсеры, и меньшевики из Иркутска, и Краснощеков, и сибирские большевики. И, в общем, через Краснощекова им удается, он тогда был главным в Иркутской большевистской организации на тот момент, да, в начале 2020 года. Им удается убедить, во-первых, Смирнова, то есть сибирских большевиков, а затем Ленина и Троцкого о том, что будет нужно такое образование. Но с самого начала Смирнов и Краснощеков решают, что, когда будет такое образование создано, никакого контроля у оппозиции бывшей Колчаковской, а теперь, получается, оппозиции уже большевикам не будет. — Получается, условно говоря, о Москве они говорят одно, союзникам Антантии они говорят другое, да, то есть как бы и пытаются сидеть на двух стульях одновременно. — Да, и как бы получается, я не знаю, что говорит меньшевикам и Сарам Краснощеков, но, я так понимаю, там целый ряд умных договоренностей, да, такая сеть получается. Но в неформальных разговорах, насколько я могу судить по доступным источникам, меньшевики, по крайней мере, говорят о том, что если вопрос станет ребром, то, конечно, эта территория будет сразу интегрирована в Советскую Россию, и ни о какой реальной независимости речи не идет. Что касается СССРов, у них такая оппозиция более неопределенная, да, и, может быть, им хотелось бы и построить здесь, ну, как они говорят, единое социалистическое правительство, да, то есть возвращаются к лозунгам 17-го, конца 17-го, начало 17-го года, да, вот. Но также на этой территории у нас есть и некоторые представители партии кадет, да, то есть либералы. Либералы, конечно, считают, что, возможно, есть какой-то шанс построить здесь демократическое государство. Но они вообще никакой роли практически не играют, да, в политике региона на этом этапе, да, в начале 20-го года. А меньшевики эсеры, они, как я уже сказал, даже в Иркутске, да, не имеют власти, и их там свергают во время переговоров. Но, тут очень важное но, Краснощеков, как я уже сказал, да, автор вот того другого советского проекта, он, наверное, является здесь ключевой фигурой, которая настаивает на том, что республику нужно делать. Вот, заручившись вот этим простым «да» от Ленина и Троцкого, да, то есть не идеей создания ИТВР, простым «да», да, Краснощеков дальше находится в оппозиции практически всей партии местной, да, потому что сторонников правительства Дальневосточной республики абсолютное меньшинство обыкновений в 20-м году. То есть это становится таким проектом Краснощекова. Ну, а вот, условно говоря, в этой конфигурации японцы, японцы, американцы, да, которые, как бы, тоже активно участвуют в политике на Дальнем Востоке, они как-то проявляют себя, да, то есть, в этом, не знаю, надо ли договариваться с японскими войсками, с американскими войсками и так далее, особенно, когда начинается интервенция, в этой ситуации они пытаются просто защитить или японцы отжимают, ну, да, знаем, там, условно говоря, как бы немцы, да, идут на Западе, вот, и здесь Дальний Восток, естественно, выглядит самым слабым таким звеном, потому что и там недавно проигранная русско-японская война, и отдаленность территории, и как бы малонаселенность этой территории. Вот иностранные державы какую роль известны в этом процессе играли? Да, у нас начало 20-го года, да, то есть падение режима Колчака, это такой период неопределенности. Почему? Потому что у нас в США у Лудро Вильсона, насколько я знаю, в конце 19-го года случается инсульт. Совершенно непонятно, как будет дальше продолжаться американская политика, и осенью 19-го года идут переговоры о создании японско-американского кондоминиума на Дальнем Востоке, да, то есть идея заключается в том, чтобы, в общем, поддерживать органы самоуправления, да, ну, то есть власть, основанную на земстве, хотят здесь видеть американцы, наверное, в первую очередь, и, в общем, оказывать финансовую поддержку этой власти, получать доступ к ресурсам, да, то есть такой, ну, какой-то, можно сказать, двойной мандат на эту территорию со стороны Японии и США. Вот такой проект всерьез обсуждается, но, как я уже сказал, за влогутием Вильсона, да, по крайней мере, из активной политики в этот период совершенно непонятная ситуация, и потом внезапно американцы принимают решение о вводе войск, да. Здесь, а теперь, как бы, это американская сторона, да. Японская сторона испытывает определенные трудности с формулировкой единого политического курса. В Японии у нас три партии, ну, партиями я здесь называю группы влияния, да, то есть есть формальные политические партии, а эти три партии, их так принято называть в литературе, которые поддерживают интересы армии, интересы флота и интересы торгово-промышленные, да. Эти три партии, они борются за властью в регионе, и только партии армии выступают за то, чтобы продолжать единолично здесь интервенцию, и они контролируют еще на этом этапе, они контролируют правительство, но, как бы, гражданские военные власти, тоже, как бы, там определенный разброд и шатание у нас происходит, но суть в том, что японской армии нужен какой-то предлог, чтобы здесь остаться, а американцы отсюда выходят, как я уже сказал, у партии армии есть серьезная оппозиция в Токио, да, то есть никому ничего не понятно. И Краснощеков говорит о том, что республика очень нужна, потому что японцы точно останутся, противники Краснощеков говорят, что республика не нужна, потому что японцы точно выйдут отсюда. И здесь у нас подарок японцам оказывает Яков Трипицын, лидер, один из лидеров партизан, у него есть такой отряд, численностью 4-5 тысяч человек, который состоит из русских японцев, из русских китайцев и корейцев, да, то есть такой интернациональный отряд, ну, можно его, наверное, бандой назвать в каком-то смысле, потому что Трипицын себя в партийном смысле определяет как анархист-индивидуалист, да. И Трипицын у нас в городе Николаевске, который теперь Николаевск на Амуре, вступает в конфликт с японским гарнизоном, и этот конфликт приводит к серьезному кровопролитию, к поражению японского гарнизона, так называемому Николаевскому инциденту, и вот уже вот этот вот момент, да, неуправляемый Трипицын, да, которому говорят региональные большевики, как бы договариваются с японцем, потому что строится Дальневосточная республика, который, а Трипицын в свою очередь не признает никакой Дальневосточной республики и говорит, что у него есть приказы отстаивать эту территорию до последнего солдата, что как бы неправда, да. А вот он становится тем самым, вот, как сказать, решающей, да, плиточкой домино, которая приводит к тому, что японцы на некоторое время в регионе остаются. Ну, а вот в целом, да, как бы тоже, мне кажется, это такой, мне кажется, важный вопрос, что мы должны немножко, наверное, сделать шаг назад в дореволюционное прошлое, потому что интересно вообще, как большевики утверждаются, ну, потому что тоже в таком традиционном взгляде существуют две идеи о том, как большевики укрепляются, да, то есть, с одной стороны, это рабочие, ну, по-другому, дело, как бы пролетариат, который вроде как социальная опора, да, большевиков, с другой стороны, безземельное крестьянство, которому как бы большевики вроде там обещают землю, и оно переходит на сторону, да, там, большевиков, большевиков. Как я понимаю, на Дальнем Востоке ни пролетариата, ни безземельного крестьянства нету, да, то есть, то есть, либо это какие-то торгово-промышленные группы, да, которые живут там за счет торговли с Китаем, Кореей, Японией, да, и скорее, как бы, финансовый, да, капитал им не выгоден большевизм, да, с другой стороны, это какие-то, не знаю, казаки, либо, вот, сейчас мы назвали бы, там, не знаю, фермеры, да, которые вот в условиях Дальнего Востока неосвоенного, да, как бы, никакого там земельного голода не испытывают. Вот, основное говоря, за счет кого, да, большевики там утвердились? Или это была чисто военная интервенция, то есть, как бы, там, из Сибири вслед за Колчаком просто пришли, как бы, части, там, не знаю, Блющера или кого-то, и вот на штыках всех поставили под свой контроль? Или все-таки была какая-то социальная опора, на которую большевики, вот в том числе в Дальневосточной республике могли опереться? Если мы вернемся к 1917 году, да, действительно, здесь в социальном смысле какого-то значительного группы населения, на которое могли опереться большевики, не было, но Краснощеков таким весьма интересным способом устраивает свою политику. Ну, надо сказать, что среди населения в основном это крестьяне, ну, казаки, наверное, да, тоже большая группа, а также значительные группы, если мы берем регион от Байкала до Тихого океана, да, то есть будущую территорию Дальневосточной республики, то это также буряты и корейцы, да, то есть те, кто в политике участвуют. Китайцы здесь тоже есть, но они в политике не особо участвуют, да, то есть еще раз, да, буряты, корейцы, крестьяне и казаки. Важно отметить, что огромной популярностью в 1917 году пользуются социалистические идеи. То есть здесь в регионе, как и во многих других частях, сельских особенно, да, Российской империи, популярны эсеры в первую очередь, но здесь нет жесткого какого-то партийного разделения, и в 1917 году, ну, на первом этапе еще революции идет речь о создании даже единой социалистической партии, да, то есть разделение даже у эсдеков на меньшевиков и большевиков происходит только в сентябре 1917 года, да. И Краснощеков здесь выстраивает, вот, продолжает в каком-то смысле такую коллекционную, да, политику, да. Например, в том органе власти, который создается в декабре 1917 года в Дальневосточном комитете совета, да, зарезервировано место подземства. Да, то есть это совершенно противоречит московскому курсу, да, где у нас, ну, еще тогда Петроградскому курсу, да, но уже тогда четко Сомнарком берет курс на отмену земства. А Краснощеков, учитывая то, что в земстве в основном эсеры, он с ними выстраивает таким образом отношения, ну, и говорит, соответственно, коллегам по партии, что по-другому сделать нельзя, потому что у гристиан нет советов. В деревне мы только через земство можем с ними связаться, да. То есть здесь у нас такой большевизм на этом этапе умеренный. Есть, конечно, альтернатива, такой есть Федор Мухин в Благовещенске. Он опирается на матросов Амурской флотилии, то есть у нас есть такая небольшая тоже, да, группа матросов, да, то есть как бы в каком-то смысле, я думаю, перекликается, да. Это, конечно, с вами другие матросы, я не думаю, что Амурской флотилии опыт сравним, да, с балтийскими матросами в любом вообще измерении, да. Ну вот матросы здесь тоже есть. И рабочие железнодорожных мастерских, да, вот они приводят к власть в Благовещенске такой более радикальный вариант советской власти. Это радикальный вариант, с одной стороны, признает Краснощеков, как правительство, а с другой стороны, в апреле 18-го года возглашает свою Амурскую трудовую республику, да. Для меня, для моего исследования самое важное было то, что здесь нет, практически нет вот военного коммунизма в том виде, в котором он был в европейской части империи. Поэтому, когда у нас эта территория достаточно быстрая, да, уже осенью 18-го года приходит под контроль противников большевиков, то есть все насилие, как бы основное, связанное с реквизициями, призывами, да, и как бы внесудебными преследованиями, оно ассоциируется, прежде всего, с белыми. Теперь, когда местные жители слышат какие-то ужасы про советскую Россию, да, которые, несомненно, там в начале были, да, они это слышат от белых. Ну и, соответственно, как бы, учитывая то, что белые сами здесь занимаются непонятно чем, да, они этому не сильно доверяют. Введением НЭПа, да, в 21-м году, ну, как бы, подобная политика в ДВР у нас с 20-го года, да, существует такой государственный капитализм. Вообще, как бы, представление о советской России, ну, весьма благожелательно. И здесь еще интересно, что большевистская пропаганда в этом смысле работает, и советскую Россию некоторые крестьяне даже считают каким-то раем на земле, то есть они местных большевиков не любят в ДВР, да, то есть называют их антихристами и так далее, но они могут считать, вот, при этом верить в то, что вот есть советская Россия, где все хорошо, потому что большевики им так рассказывают. И последний здесь момент, ну, последний, да, но, наверное, по значимости самый важный. Большевики здесь выступают в роли защитников России, да, то есть большевики выступают в роли патриотов и защитников российской нации, российской, потому что они, как бы, включают в это сообщество и бурят, и корейцев, да, то есть такой многоэтнической нации. И как раз интервенции им оказывают огромную услугу, потому что они превращаются уже в ходе своего взаимодействия с партизанами с 18 по 20 год превращаются в таких национальных героев. И этого больше всего боятся их противники, ну, например, Бахметев, да, который тут еще считается послом, да, России, назначен временным правительством, все еще считается послом России в США. Он говорит о том, что это вообще самое страшное, что может случиться, если большевики станут восприниматься как защитники русской нации, тогда ни у какой патриотической оппозиции не будет вообще никаких шансов. То есть, когда большевики перехватывают повестку за единую неделимую Россию, соответственно, да, то есть и отстаивают этот лозунг, получается. А вот в этом моменте тоже довольно интересно, потому что, ну, здесь тоже, как бы, мы отчасти в дореволюционное прошлое уходим. Понятно, что когда Российская империя приходит на эти территории, то у них довольно, особенно, в правлении Николая Александра Третьего, да, там довольно такая четкая прорусская оппозиция, да, то есть, соответственно, что национальные группы считаются, как бы, ну, людьми, ну, не то чтобы второго сорта, да, как бы, но не православными, не русскими и так далее, да, как бы, и такая вот комплекс белого человека. С другой стороны, понятно, что с точки зрения большевиков вот эти лозунги интернационализма, равенцева и так далее, они присутствуют. И ты, когда вот говоришь про вот эти три группы, да, то есть, там, когда были, собственно, вот, как вообще тут с национальными группами, с бурятами, с корейцами, то есть, честно говоря, они считались, как бы, тоже просто исполнителями, ресурсами, да, как бы, для пополнения армии. То есть, мы вот, как бы, возьмем бурятов, сделаем из них, не знаю, бурятский полк или, там, корейский полк или китайский полк, да, как бы, вот поставим над ними, там, совет, там, русского или еврея, да, там, как бы, комиссаром, командиром и начнем воевать с белыми. Или наоборот, да, условно говоря, что вот именно, там, буряты, корейцы пытались на волне этого стать какими-то действующими акторами в этой борьбе и, там, отвоевать себе какое-то национальное, может быть, да, положение вот в рамках этой Дальневосточной республики. Ну, я, наверное, пару слов отдельно скажу о корейцах и пару слов отдельно скажу о бурятах, потому что, как бы, если мы берем территорию Дальневосточной республики, то это у нас огромная-огромная, да, территория, и там немножко разная логика действует. Если начать с бурят, то здесь важно отметить, что в целом, как бы, бурятское население было Российской империей лояльно до того момента, когда в самом конце XIX века, в начале XX, да, то есть там такая цепь решений, да, когда у них, во-первых, отобрали самоуправление, да, у них были так называемые степные думы с 1822 года, да, ну, а до этого было какое-то свое самоуправление, которое было просто интегрировано, да, в законодательство Российской империи. У них это, в общем, законодательство, в смысле, у них самоуправление забирают, да, то есть здесь уже начальные годы правления Николая второго, да, ключевого ролика. Ну, тогда, получается, бурятское земство, да, было в какой-то смысле? Ну, да, да, ну, то есть это было управление территориальное через административные кланы, да, то есть, как бы, в каком-то смысле это можно назвать бурятским земством, да, и еще это, как бы, было таким важным центром для распространения бурятской письменности, для, ну, например, сбора средств на учебу молодых бурят, да, не только даже в европейской России, но и вообще в Европе, да, то есть некоторым бурятам удавалось поехать, там, в Берлин, например, учиться, да, когда, как бы, одним из инструментов вот такой самоорганизации были вот эти степные думы. Да, Нильберга никто из Бурятии не доезжал. А? Да, Нильберга не доезжал. Да, но только, насколько я знаю, только проездом такой Михаил Николаевич Богданов, да, но он, по-моему, вот в Цюрихе учился и в Берлине, да. Да, и также предселенческая политика Николаевская, Николая II, да, приводит к тому, что у бурят начинают отбирать землю, да, это выстраивает их в оппозицию к царскому правительству, но в целом многие из бурят видят себя частью вот той, скажем, реформированной постреволюционной России, частью которой видят себя многие другие политики-националисты, да, то есть они хотят получить определенные коллективные права, получить гарантии прав на землю, право пользоваться собственным языком, ну, и, в общем, это их основные требования. Какие-то вопросы устройства России в детальном смысле не слишком интересуются, да. Если мы будем говорить о корейцах, то здесь есть две большие группы. С одной стороны, есть группа старых корейцев-поселенцев, они с 1860-х годов приезжают на Дальний Восток, и они в каком-то смысле похожи на бурят, да, то есть они хотят получить определенные права экономические, потому что даже те из них, кто приходит в российское подданство, ну, в общем, чувствуют себя людьми, наверное, даже третьего, да, сорта в регионе, потому что у них и наделы хуже обычно, а значительная часть работает просто батраками у российских поселенцев, да, ну, то есть этнически это русские, украинцы и белорусы. И есть еще одна большая группа, которая сюда эмигрирует уже после оккупации Кореи и Японии, да, это корейцы-эмигранты их называют, корейцы-политэмигранты, которые видят Дальний Восток просто таким плацдармом для партизанской борьбы против Японии. Да, у них, соответственно, свои интересы по освобождению Кореи в первую очередь. И здесь у нас получается, что те корейцы и буряты, которые в первую очередь заинтересованы защитой своих экономических прав, они с большевиками сразу союзниками не становятся, да, они взаимодействуют в основном с СССР, да, потому что программа СССР им больше всего импонирует. Корейцы-эмигранты, они достаточно рано начинают взаимодействовать с большевиками, потому что у них появляется вот такая идея Красной Армии Азиатской, да, которая, вот, например, им поможет освободить Корею, и у большевиков тоже достаточно рано, вот этот дискурс появляется антиколониальный, да, для Азии, для Азии в первую очередь. И так же есть пример Монголии одновременно с... Ну, да, но дискурс появляется раньше, да, в 1917 году, и Монголия, конечно, до них яркий такой пример, да, но если как бы бурятам на независимость Монголии не то чтобы наплевать, но это не так важно для них, да, то вот для этой большой группы корейцев независимость потенциальной Кореи это огромный фактор. Многие буряты и корейцы, те, кто уже давно интегрирован был в структуры какие-то Российской империи, они тоже разделяют вот то, что я называю российский национализм, да, то есть они видят себя частью вот единого вот этого политического сообщества. Корейцы, например, военнослужащие во время Первой мировой войны, да, и они, например, декларируют в самые первые дни революции о том, что они будут и дальше отстаивать интересы России, да. И в этом смысле как бы у нас сходятся интересы и корейцев-националистов Кореи, и корейцев-националистов России, да, вот в том, что главным врагом в 20-м году уже видятся интервенты и их союзники среди противников большевиков, и они как бы у нас как бы через общих врагов, да, попадают в сферу влияния большевиков, опять же. Ну, а в этом плане, что он говорит, ну, то, что просто любопытно, в рамках вот там и бурятов, и корейцев, гражданская война все-таки проходит, то есть, что он говорит, они тоже делятся на белых бурятов, красных бурятов, или белых корейцев, или красных корейцев, или они вот занимают такую как бы нейтральную позицию, что вот там белые, красные, это условно говоря, русские, да, как бы, а мы вот боремся, сохраняем такое национальное единство. Национальные организации бурятские и корейские пытаются занять такую позицию, когда происходит разгон учредительного собрания, да, то есть дата отсчета для меня гражданской войны, наверное, является именно разгоном учредительного собрания, потому что, в общем, так мои исторические фигуры, да, считают. На этом этапе бурятские, например, националисты, они пытаются как бы встать, как бы, за, на сторону, да, и не вмешиваться в этот брат-облистный конфликт, как они его называют, но в целом они, в общем, поддерживают в основном ту самую нематеризовавшуюся третью силу, да, то есть демократический социализм, да, они поддерживают. Ну, я думаю, что если мы возьмем какого-нибудь простого неграмотного человека, то он так это вряд ли формулировал, да, но бурятская интеллигенция, которая, которая возглавляет национальная организация, она почти поголовна в партии эсеров, да, состоит 17-го года, и в этом смысле они здесь примыкают вот к той полицентровской, например, оппозиции Колчаку, да, вот, но при этом уже с начала 17-го года у нас Григорий Семенов, забайкальский казак русско-бурятского прохождения, да, который владеет бурятским языком, да, он у нас собирает добровольцев, в том числе и среди бурят, поэтому в рядах особого мажорского отряда, как называется его формирование вооруженное Семенова, тоже есть бурят, да, и поэтому как бы в этом смысле, да, у нас в какой-то момент происходит такая вот линия, да. Корейцами все немножко проще, там, конечно, есть исключения, но им тоже не удается как бы остаться за пределами конфликта, и там очень часто линия проходит между корейцами российскими подданными, которые либо поддерживают эсеров, либо очень многие из них поддерживают и противников большевиков, да, то есть у нас есть такое приамурское государственное образование, там тоже есть парламент, и в этом парламенте есть корейцы, да. У них, как правило, русские имена, и они очень часто являются православными, да, по вероисповеданию, но вот эта группа, она как бы либо поддерживает эсеров, либо поддерживает белых, и корейцы политэмигранты либо поддерживают большевиков, либо, скажем так, не поддерживают никого и находятся в таких независимых бандах типа отряда Трепицына, да, и когда, например, большевики пытаются бывших партизан из отряда Трепицына привезти в ряды войск народно-авилиционной армии ДВР, это приводит к вооруженному столкновению, да, это как раз происходит сразу после назначения Блюхера главкомом, да, то есть в 21-м году, и Блюхеру один из первых вопросов вообще, с которым приходится как бы заниматься, это то, что корейцы, ну, можно их назвать анархистами, да, и, в общем, вступают в конфликт, когда их пытаются включить в состав формальных, да, союзников большевиков. Ну, а тоже вот есть такой популярный нарратив, да, ну, скорее как бы более мифологичный, про интербригады, да, назовем их так, в рамках гражданской войны, да, то есть там есть истории про то, что там китайцы отличались, да, там, естественно, жестокостью или наоборот, да, были там наряду с латышскими стрелками наиболее лояльными подразделениями, да, и там, естественно, даже есть такая полумифическая история про китайские отряды, которые охраняли Ленина и тому подобное. Вот, естественно, что на Дальнем Востоке как раз вот китайцы, да, ну, как бы их гораздо больше, чем в центральной, естественно, России. Да, вот насколько их пытались, не знаю, там, мобилизовать как раз вот в гражданскую войну, да, то есть, ну, понятное дело, что одно дело братоубийственная война, да, другое дело, вот мы набрали там китайцев, которые не говорят по-русски, да, и они, как бы, условно говоря, воюют с белыми людьми и, как бы, не испытывают никаких моральных особых терзаний по этому поводу. Здесь интересный момент, то, что вот в структурах, собственно, Красной Армии китайцев было гораздо больше в европейской части Российской империи и, насколько я знаю, на Урале, да. Почему? Потому что огромная трудовая миграция в годы Первой мировой войны идет туда, где есть промышленность, да, и развито горное дело, да, то есть Урал и Европейская Россия, и, соответственно, их там и включают сначала в Красные Гвардии, да, потом уже в состав Красной Армии. Здесь же в регионе местные китайцы, они в основном в торговле заняты, да, то есть не тот, ну, в смысле, не только в торговле, конечно, еще на разных подсобных работах, да, но это не совсем тот элемент, да, который было бы легко так же, в общем, реализовать. И, с одной стороны, часть китайцев вообще все-таки никак не участвует активно в гражданской войне, да, то есть ни в каких-то политических требованиях, как говорится, полибурят, нет, да. Но очень многие из китайцев вступают в партизанские отряды. Здесь у нас происходит, получается, включение в войну, уже когда власть на стороне белых, и они как бы не карательные отряды, да, а как бы освободительные получаются, да. И как бы это происходит одновременно с какими-то такими же сравнимыми движениями в самом Китае. Все это перемешивается с бандами китайскими, которые здесь исторически есть, кунг-хузы так называемые, да, или красные бороды, да. И как бы в основном китайцы участвуют в гражданской войне в виде вот таких, в составе таких небольших формирований. Ну, наверное, единственным исключением здесь будет как раз тот самый отряд Трепицына, да, я не знаю, сколько точно там было китайцев, да, но они были одной из, как бы, как я уже сказал, трех основных составляющих частей вместе с русскими и корейцами, да. И там, да, там как бы китайцы вот таким уже образом себя проявляют, как в каких-то других регионах. Но если мы вернемся к интернационалистам, да, то здесь венгры у нас являются вот такой негативной, да, негативной силой. Это венгры, да, бывшие военнопленные австро-венгерской армии, есть австрийцы и немцы, но их меньше, да. И венгры, например, у нас в ДВР, они являются участниками карательных отрядов по борьбе с дезертирством, да. И поэтому, например, венгров в деревнях вот ненавидят и с ними ассоциируют вот этот образ, да, интернационалистов. Ну, а вот в связи с этим тоже такой маленький вопрос. Когда вот мы говорим действительно о такой сложной структуре, там, китайцы, корейцы, буряты, русские, они вот по документам, может быть, они разговаривают на русском, да, или возникает какой-то, условно говоря, такой интернациональный язык, где как бы там перемешиваются там вот разные наречия и так далее. Вот есть какой-то там особый дальневосточный язык, условно говоря? Ну, я бы сказал, что здесь как бы такая определенная фрагментация происходит. То есть есть корейцы, которые вообще не говорят по-русски, среди бурят тоже есть многие, кто по-русски не говорит, и, соответственно, на передний план выдвигаются те, кто говорит и на том, и на том языке, да. То есть интеллигенция, она не только, в общем, как, ну, в каком-то таком революционно-романтическом смысле выдвигается на передний план из-за своей особой активности, а из-за своего многоязычия тоже, да. То есть это те люди, которые как бы могут говорить от имени тех на русском, кто на русском не говорит, да. У большевиков, кстати, это такое небольшое отступление, я заметил в подборе кадров вот в 18-19-20-м году очень важную роль играет знание английского, да. И я замечал, что какие бы ни были другие там деловые качества, то можно было весьма неплохую работу получить только за знание английского, да. Но вот в регионе у нас получается знание русского. И одновременно языка своего сообщества приводило к тому, что, как бы, ты получал потенциальное у красных огромные перспективы, у белых реже, да. Тут мои коллеги в Бурятии работают над этими сюжетами. Ну, например, Николай Царемпилов изучает таких консервативно настроенных буддистских лам, которые пытаются выстроить отношения с Колчаковым, они поддерживают Российскую империю, но колчаковское правительство просто отказывается с ними взаимодействовать, да. Ну, то есть там даже нет никаких требований и независимости, там, как в случае с эстонцами, да, которым колчак тоже отказывает, да. Но просто вот здесь, получается, белые немножко сами тебе стреляют в ногу, да, можно так сказать, потому что даже есть, когда среди местного населения нерусского интерес, они, в общем, отказываются, да, взаимодействовать. Ну, а вот в этом, ну, понятно, когда мы говорим там про Дальний Восток, как бы волей-неволей вспоминается знаменитый барон фон Унгер, да, соответственно, вот, к нему вот, как бы, вот эти креативные ламы с его мистицизмом и тому подобное не обращались, или он, в общем-то, как бы больше в Монголию, а к Бурятию, как бы, не трогал? Да, Унгер такой интересный персонаж, он один из, как бы, тех первых союзников Семенова, да, вот я говорил некоторое время назад, да, в ходе нашей беседы о том, что Семенов начинает собирать добровольцев, он, кстати, начинает это делать еще пока правительство временное не пало, да, у него вначале идея собрать добровольцев, чтобы на фронт отправиться, а потом он собирает добровольцев, да, с какими-то своими интересами, да, и Унгерн к нему достаточно рано присоединяется, они уже вместе начинают этим заниматься, и впоследствии, когда у Семенова войска разрастаются, Унгерн там отвечает за так называемую, ну, она название меняла, ну, вот такое ставившее название, азиатскую конную дивизию, да, и там есть монголы, там есть буряты, там есть, по крайней мере, один повар китаец, это я в документах тоже видел, да, и там есть и тюркоязычные народы, да, и Унгерн, как бы, он с самого, как бы, вот этого своего поста уже настроен на взаимодействие с, ну, вот, тюркоязычными, монголоязычными народами, да, а потом, когда у нас Семенов терпит поражение в 20-м году, Унгерн уходит в Монголию, там ему удается на некоторое время создать, ну, фактически подконтрольное ему правительство, да, на несколько месяцев, да, и там Унгерн взаимодействует в основном с монгольскими ламами, да, то есть если мы будем говорить о тех ламах, которые пытались колчаком, устраивать отношения, это, ну, в моем таком упрощенном понимании, такие классические имперские российские субъекты, да. Имперские ламы. Да, то есть у них есть определенный взгляд о том, как Российская империя должна быть, у них есть определенные патриотические настроения, многие из этих лам собирали деньги во время Первой мировой войны, да, на фронт, да, то есть это как бы, в общем, с формальной стороны это в каком-то смысле имперские чиновники, да, потому что было штатное расписание лам, да, то есть это те ламы, которые имели зафиксированный статус в имперской иерархии, поэтому, конечно, они естественные союзники колчака, да, а в Монголии как бы там совершенно своя другая логика, там многие ламы, они у нас ламы-перерожденцы, да, то есть это значит, что они встроены в тибетские иерархии, да, бурятские ламы в тибетские иерархии не встроены, да, они в административной иерархии Российской империи встроены, да, и как раз вот те ламы, они уже взаимодействуют с Унгерном, да, Унгерн действительно обращается к гадателям, здесь у меня такой циничный несколько взгляд, да, потому что Унгерн в Монголии всем очень быстро надоедает, ну, в первую очередь из-за его безумной страсти к насилию, да, он, ну, не сам лично, насколько я знаю, потому что, насколько я знаю, он приказы просто отдает об убийстве, да, он полностью стремится уничтожить две группы населения в Монголии, евреев и китайцев, да, соответственно, с уничтожением, но особенно китайцев полностью у нас разваливается торговля, да, то есть там, ну, это у Леонида Юзефовича очень интересно описано в книге, да, то есть вокруг столицы Монголии, Ургии толпами там бродят какие-то собаки, там, волки, наверное, тоже, потому что куча трупов вокруг, да, но монголам вся эта ситуация не нравится, да, ну и поэтому, как мне кажется, предсказания можно было как бы адаптировать под то, чтобы Унгерн быстро отправился отвоевывать, в общем, Россию обратно, как он планировал, да, ну и мне кажется, его путем предсказаний тоже отправляют в Сибирь, где он благополучно и проигрывает, да, и его свои же, насколько я знаю, монголы связанным оставляют в подарок большевикам. Ну и давайте вернемся к Дальневосточной республике, хотя эта тема тоже, как бы, интересная. У меня такой маленький тоже, как бы, скорее прагматичный вопрос. Мне тоже всегда было интересно о том, как функционировала, ну, экономика, условно говоря, Дальневосточной республики, то есть мы знаем, что они печатали деньги, да, то есть, естественно, что, как бы, деньги должны чем-то обеспечить, да, то есть, соответственно, в Советской России в 20-21 году, мы знаем, происходит денежная реформа, появляется золотой червоник, да, как бы, и советская власть пытается за счет, как бы, золотого стандарта стабилизировать, да, как бы, деньги. А на Дальнем Востоке, условно говоря, когда Дальневосточная, правительство Дальневосточной республики начинает печатать деньги, причем я так понимаю, что они печатали еще в разных местах, да, как бы, постоянно. Вот, насколько эти деньги были реальными деньгами или были такие сонграфантити, которые, там, как вот в каком-нибудь фильме, типа «Свадьба в Малиновке», да, там каждый атаман пытался издать какой-то, там, не знаю, свой рубль, червонец и тому подобное? Сразу скажу, что я специально темой экономики не занимался, но я могу просто такое свое не совсем, скажем, экспертное мнение высказать по этому вопросу, да. Мне представляется, что большевистское правительство ДВР, оно немножко впереди паровоза бежит, да. То есть оно у нас занимается возвращением капиталистических элементов в экономику до того, как эти элементы возвращаются в РСФСР. Да, и Краснощеков у нас впоследствии в Нарком Фине работает до его ареста в середине 20-х годов. Ну, за какие-то коррупционные сюжеты он арестован. Вполне вероятно, вполне реальные сюжеты, да, потому что он был главным спонсором путежей Лили Брик, да. То есть он такая другая сторона биографии Краснощекова. Да, но вот Краснощеков у нас все равно пишет литературу о, например, банках, да, то есть он как бы такой сторонник государственного капитализма. И подобная как бы экономика, ну, то есть как, я не знаю, даже сказать, социализм с элементами капитализма, да, или капитализм с элементами социализма, она как бы у нас в ДВР начинает создаваться уже в 20-м году. В ДВР также есть большой интерес к привлечению концессий, ну, то есть иностранных инвесторов, да, то есть создание концессий. И поэтому там золотой стандарт тоже рано появляется. Но вот в дискуссиях с экономическими историками на конференциях мы как бы не смогли прийти к каким-то выводам, что просто никто, как оказалось, не видел источников, насколько реальным был этот золотой стандарт. То, что я видел, деньги ДВР пользовались большей популярностью, чем деньги советской России. То есть получается, что концессии, например, они заключались, то деньги шли не в Москву, а шли в ДВР, да, то есть, как бы, если там, как бы, американцы или японцы платили деньги, то эти деньги оставались на Дальнем Востоке. Ну, это был идеальный вариант. Реально действующих концессий так и не получилось создать. Да, пара соглашений была подписана, но реально работать концессии не начали еще, да. То есть я думаю, что этот вопрос там так в воздухе висел еще некоторое время, потому что, ну, как Чечерин признавался, в 22-м году никто особо не знал в Москве, что там в Дальнем Востоке происходит. То есть у нас, как бы, сначала Краснощеков, а потом, как бы, другие большевики, когда Краснощеков смещают в 21-м году, да, другие большевики, они, как бы, в свою политику ведут. Но, как бы, золотой стандарт был создан формально для концессий, но, насколько я понимаю, население от него тоже выиграло. Да. Теперь в экономике огромную роль играли кооперативы. Это пошло еще со времен Первой мировой войны, когда, ну, это, наверное, ты знаешь, что в Сибири вообще, да, то есть от Урала до Тихого океана кооперативы были главным игроком на рынке. Ну, и, насколько я помню, больше 80% всех потребителей обеспечивалось через систему кооперативов, да, и сибирских, ну, вот, закуп-сбыт, да, по-моему, у нас называется это образование. И вот еще с того момента кооперативы у нас сильны в регионе, но при этом они в ДВР еще являются таким важным поспорьем для социалистической оппозиции. То есть там сильны позиции меньшевиков и эсеров, да, то есть кооперативы у нас как такой независимый ДВР-аптор выступает. Да, и правительство ДВР, например, вынуждено выстраивать сначала с даль-союзом отношения, да, с Дневосточным союзом кооперативов, а потом под эгидой Центра Союза, который уже у нас практически полностью под советским правительством находится, да, ну, там, Красин важную роль в этом играет, он создает здесь свою альтернативную организацию Даль-Центра Союза, да, и у нас происходит борьба между Даль-Союзом и Даль-Центра Союзом, которые абсолютно одинаково расшифровываются, да, но такая политическая, экономическая. Даль-Союз, конечно, обладает значительно большими ресурсами на месте, да, Даль-Центра Союз, да, потом заваливает, в общем, все деньгами со стороны Европейской России и все-таки выходит на передний план. Ну и последний здесь важный такой момент в экономике – это профсоюзы, да. В профсоюзах также важную роль играют не большевики, специалисты-не большевики, и, насколько я вот тоже могу судить по документам, совет министров ДВР вынужден с профсоюзами постоянно совещаться, когда нужно принимать то или иное решение, да, и тут даже в парламенте, когда у нас оппозиция задает вопросы премьер-министру, да, ДВР Петру Никифорову, они спрашивают, перед кем Никифоров и правительство, ну, то есть не правительство, а совет министров подотчетно, перед профсоюзами, да, или перед парламентом. Да, то есть профсоюзы у нас тоже как бы важную роль играют. И как бы на бумаге у нас получается такая весьма привлекательная модель, да, похожая, наверное, даже, ну, на бумаге, да, я почерплю, похожая даже, наверное, на какой-то такой вариант скандинавского, да, капитализма, я социализмом бы его не называл, но скандинавского капитализма, да, когда у нас, в общем, есть рынок, но этот рынок не то чтобы свободный, да, у нас есть государственное регулирование, например, через государственное регулирование кооперативы имеют приоритет перед частными компаниями. Дальше у нас есть очень сильные профсоюзы, которые влияют на установку заработной платы. То есть на бумаге получается такое очень интересное образование, наверное, такая система политическая и экономическая, к которой многие политики стремились левого толка, по крайней мере, как переходной системе. На практике, конечно, в ДВР, насколько можно судить отрывочным сюжетом, не все так идеально. А вот на этом фоне, условно говоря, те проблемы, с которыми сталкивалась центральная Россия, я условно говорю про массовый голод, который был в 20-м и в последующих годах, и в частности, допустим, американская Американская помощь, АРА, снабжал центральную Россию зерном. На Дальнем Востоке такого голода не было. То есть там люди в этот период пережили более-менее нормально, я так понимаю. Да, в сельской местности, на Дальнем Востоке, насколько я знаю, голода не было. Во время Гражданской войны, когда у нас тут ТВР с одной стороны и с другой стороны, приамурское государственное образование, были проблемы в городах. И в этом смысле оппозиция белым приамурском государственном образовании, это зачастую, например, те же самые политические силы, то есть умеренные социалисты и либералы, то есть та самая условная третья сила, они говорили о том, что в ДВР хотя бы в городах, через огородничество решены эти вопросы, и население хотя бы как-то себя обеспечивает. Но когда я смотрю источники по ДВР, в Верхнеудинске, первой столице ДВР, ныне Улан-Удэ, там, конечно, тоже есть очень много бедноты в городах, людей, без средств существования, людей, у которых тоже даже еды. Но в сельской местности, насколько я знаю, есть кризис, конечно, кризисные явления, связанные с боевыми действиями, с реквизициями и так далее, но такой ситуации, как в европейской части инферии нет. Ну, Иотей, вот в последнюю часть перейдем. Ты действительно сказал о том, что по твоим источникам гражданская война начинается с разгона учительного собрания, и тоже есть такой взгляд о том, что именно с ликвидацией Древней Восточной Республики эта гражданская война заканчивается. Одни говорят, что захват красными Крыма, и последний очаг, другие говорят, что нет, ликвидация Древней Восточной Республики, это как бы и есть финал иранской войны. Здесь у меня такой первый вопрос этого блока. Собственно, когда Блюхер приезжает в Дальневосточную Республику, он приезжает ее ликвидировать? То есть это, как бы словно говоря, ликвидатор вот этого эксперимента или нет? Или он приезжает как защитник? Блюхер приезжает ее спасать, да? Потому что у нас Народная Революционная Армия, когда Дальневосточная Республика создается в конце 20-го года, у нас происходит объединение разных местных властей в единую республику от Байкала до Тихого океана. И она у нас существует с декабря, когда оппозиция последней политической в Владивостоке признает ее до мая. То есть с декабря 20-го года до мая 21-го. То есть это период, когда у нас есть единая Дальневосточная Республика, а потом у нас откалывается территория вокруг Владивостока, там образуется альтернативное белое правительство. А вот у этой республики в армии дела обстоят весьма плохо. Я уже сказал, что армия причиняется командованию в Москве, но снабжение и все остальное оно на месте. И там процветает воровство, коррупция и так далее. В общем, у солдат там куча болезней, пши и так далее, еды в общем нет нормальной. Еще очень многие солдаты вообще считают, что никакая Дальневосточная Республика не нужна. Полный хаос. И главнокомандующий у нас на этом этапе Эйхе является. Его убирают представители правительства с этого поста. Кто-то пишет о том, что из-за того, что он был сторонником Краснощекова, но если мы будем смотреть на формальные обвинения, которые он предъявляется, то вполне заслуженно. То есть за то, что он довел армию до такого состояния. И поэтому, когда у нас приходят в власти белые во Владивостоке в мае 21-го года, они без оружия практически, у них оружия очень мало, потому что японцы его конфисковали у всех русских за год до этого. Они практически с небольшим количеством оружия, патронов у них вообще почти нет, зимних вещей нет. Они отвоевывают УДВР Хабаровск. И это, конечно, катастрофа. Потому что армия народно-революционная, которой идут деньги, в том числе из Москвы, у которой, по идее, должно быть все хорошо, проигрывает непонятно кому. То есть это даже не армия, а они себя называют белоповстанцами. Из-за соглашений с японцами и со стороны белых не может быть какой-то армии. И, собственно, Блюхера отправляют реформировать народно-революционную армию и, по крайней мере, отвоевывать обратно в Хабаровск. С этой задачей Блюхер справляется в первой половине 22-го года, а уже в качестве ликвидатора сюда присылают Иеронима Убаревича, то есть еще одного военачальника Блюхера, я не помню, куда тогда отзывают. Его потом снова отправляют в Китай, отзывают из Дальнего Востока, и на место ликвидатора уже Убаревич приходит. И вот Убаревич, который занимается ликвидацией ДВР, в том числе военным путем, сначала ликвидацией остатков противления большевикам, он полностью берет на вооружение националистическую риторику. То есть здесь воюют за единство России. То есть не за большевиков, а за единство России. Даже я видел вот такое наградное знамя за победу над Белыми, по-моему, как раз за Хабаровск, где вообще написано вот этой славянской вязью. Ну это официальный курс местной большевистской организации, курс на такую патриотическую мобилизацию. И поэтому, когда Убаревич входит во Владивосток, это происходит в день эвакуации последних японцев с материкавым, уже на тот момент белые военные поражения терпят. Когда Боревич входит в Владивосток, его там встречают с четвертыми обаятиями, и он пишет даже, что в его отчетах по этому поводу такое смущение видно, он этого совершенно не ожидал. И он пишет, что меня так встречают, что мне даже пришлось с речью выступить. Да, то есть я к этому был не готов. И об этом пишут и иностранные наблюдатели, что, в общем, его встречают чуть ли не как национального героя. Ну и, собственно, получается, что и Блющер, и Убаревич, они были такими своеобразными локальными военными диктаторами. То есть, естественно, формально возглавляя армию, они сосредотачивали в своих руках всю полноту власти. Или они... Нет, нет. То есть они все-таки были здесь представителями советскими, но при этом власть как бы сначала была в таком авторитарном смысле сосредоточена в правительстве ДВР до снятия Краснощёкова. А после снятия Краснощёкова она была сосредоточена в главной партийной организации, в Дальневосточном бюро Центрального комитета. То есть все-таки именно политические лидеры здесь играли центральную роль. Да, у них были разноклассия с чекистами, но в смысле взаимодействия с армией, насколько мне известно, таких у них проблем не было. И Краснощёкова как раз за авторитаризм убирают, но авторитаризм в смысле большевистском, то есть то, что он ставит себя выше партии. И после Краснощёкова здесь у нас Янсон и Кубяк становятся, наверное, такими главными большевистскими лидерами. Но они, опять же, четко координируют свои шаги с Москвой, насколько это возможно, больше, чем Краснощёков, по крайней мере. Но здесь у нас происходит такой переход от личной автократии Краснощёкова к автократии партийной. И я бы сказал, что военные власти, они все-таки здесь занимают своими прямыми обязанностями, военной составляющей. Потому что у Боревич никаких решений о том, что дальше потом будет с Дальневосточной республикой, насколько я знаю, вообще непринимаемой. То есть он освобождает территорию и передаёт судьбу этой территории партийной инстанции. Да. А вот в этом плане, условно говоря, были ли какие-то дискуссии по поводу судьбы этой территории? Японцы ушли, белых выбили, а формально эта территория сохраняется? Или все признавали, что она рано или поздно должна быть ликвидированная, и никто каких-то надежд не питал о её существовании? Были ли дискуссии среди партийных лидеров в Москве, партийных лидеров вместе? Может быть, действительно какие-то регионалисты говорили, так вот, посмотрите, всё же хорошо, соответственно, давайте мы её сохраним. Тут у нас как бы как и создание Дальневосточной Республики, так и её ликвидация – это как бы такая цепь каких-то случайных событий, которые выстраиваются опять в такую метафору снова в голове домино. То есть опять у нас происходит как бы цепь событий. Ещё в августе 2022 года, ну, чтобы понятно было сразу, ноябрь – ликвидация Республики, её интеграция полностью в состав РСФСР, без автономии, без союзного статуса. Август 2022 года переговоры с японцами ведутся, да. Ещё совершенно ничего не понятно. В Японии к власти уже приходит партия флота, да. Я говорил в начале программы, да, о том, что партия флота как бы здесь с партией торгово-промышленной выступает против партии армии и против экспансии на континенте, да. Ну, логично, да, то есть флот особо не нужен в Сибири. И партия флота приходит к власти в Японии, и поэтому здесь как бы нарисовывается возможность договориться с японцами. Японцы с Сахалина уходить пока не собираются, но есть какие-то тенденции к тому, что, может быть, удастся просто их формальный уход обменять на долгосрочные концессии, да, на Сахалине. И вообще выстраивается вот такая вот линия переговоров, и она поддерживана Чичериным, да. Фактически японцам нужно предлагать концессии, очень выгодные на Сахалине, чтобы они ушли со всем. Здесь со стороны Советской России в переговорах участвует Йоффе, и Йоффе эту директиву Чичерина не исполняет. Да, там потом долгие объяснения в переписке, что якобы, когда он уже получил, уже было поздно, и потеряли бы лицо перед японцами. Но фактически он как бы не выполняет эту директиву, и я пишу в книге, что он занимает какую имперскую позицию. То есть он считает, он совершает, грубо говоря, ту же ошибку, которую совершает правительство Николая II, считает, что можно японцам будет навязать кто-то силой. И, да, забегая вперед, скажу, что в 1926 году, только в 1926 году, наконец, удается договориться о выводе японских войск с Северным Сахалином в 1925, как раз на тех же самых условиях. То есть то, что можно было сделать в 1922 году, по мнению Чичерина, Йоффе этого не делает. Йоффе там тоже за Дальнего Востока впоследствии убирают, в случае из-за этого. Ну, в общем, еще тоже непонятно, что делать. То есть у нас, получается, три сценария. Сохранение ДВР в качестве независимой народной республики условной, то есть такая формальная независимая республика, но при этом государственный сателлит Советской России. Включение Дальнего Восточной Республики под видом, точнее, в формате какой-то автономии, то есть как союзной республики, потому что Советский Союз как раз в этот период и обсуждается активно, или как автономии в состав РССР. Или же полная интеграция. Я бы сказал, что еще в октябре, то есть уже когда войска под командованием Боревича уже вот-вот должны освободить Владивосток, еще совершенно нет ясности. В Политбюро фигурирует такая идея о превращении Советской Республики. Но здесь не совсем понятно, то есть это Советская Республика независимая или Советская Республика союзная. Когда у нас идет обсуждение между Лениным и Сталином создания СССР, ДВР вместе с Хорезмом Хароя, они за скобки выносят вообще, то есть тоже ничего непонятного. И у нас в октябре происходит такая интересная вещь. Янсон, это министр иностранных дел ДВР, на тот момент присылает свои предложения в Москву, в Москве их обсуждают, разрабатывают план, план устно сообщают Тимофею Сопронову, и Тимофея Сопронова с этим планом в голове отправляют, собственно, в ДВР. Ну, то есть из его разговоров уже на месте понятно, что как бы есть идея интеграции, да, быстрой. И сначала есть идея сохранения такого полупарламентского режима здесь, но потом приходят к выводу большевики, то, что нужно быстро интегрировать напрямую в Советскую Россию. Здесь для меня, с точки зрения аналитической, важно то, что Дальневосточная Республика просто не вписывалась никак в Советскую Федерацию ни уровня Союза, ни уровня РСФСР. Почему? Потому что все остальные территории с особым статусом, они были определены через этничные. То есть здесь у нас национализм становится главным принципом организации этого советского политического образования, да. То есть на статус Союзной Республики может претендовать только та территория, которая определяется через национальность. Единственное исключение из правил это Крымская Республика, но, как мы знаем, Крымская Республика автономная единица, она создана для татарского населения на этом этапе, да. И несмотря на то, что там, опять же, похожее как бы по пропорциям на ДВР состояние, ДВР никогда этнически не определяется, да. То есть это всегда была республика по крайней мере российская, да. То есть даже в этом смысле национализм как бы был главным фактором, да. И ни для какой регионалистской республики ни в СССР, да, ни в СССР места просто нет. А бурято-монгольская, как бы, вот часть, она в это, как бы, процесс не вписывалась, ну, в смысле, когда вот... Ну, бурято занимает довольно большую территорию, да, если, как бы, мы поняли, что из центральной части России, может быть, как бы, не очень смотрим на Дальний Восток, да, вот и так далее. Но действительно, как бы, бурято-монгольская по площади, это, как бы, огромная, да, как бы, довольно территория. Вот они не пытались, как бы, вот, перехватить эту инициативу и сказать, что, как бы, если есть украинская, белорусская, там, не знаю, грузинская, то вот давайте сделаем и буряцкую, соответственно, социалистическую республику. Здесь интересный момент. У бурято есть две автономии на момент вхождения ДВР в состав Советской России. Одна в Советской России, другая в ДВР. И здесь вхождение ДВР в состав Советской России без каких-либо автономных прав, оно как раз выгодно бурятам. Чему? Потому что автономию было и создать в Советской России гораздо проще, чем в ДВР. И отношения у нее гораздо лучше выстраивались с соседними российскими властями, ну, русскими, можно сказать, властями. Потому что я уже сказал, что здесь большевики-националисты выходят на передний план, особенно после ухода Краснощекова, да, из региона. И часть из них я бы описал как российских националистов, да, то есть для них идеи патриотизма и единственной страны важнее. Но часть можно описать и как русских националистов. Причем сама этничность этих людей никакой роли не играла, да. То есть Убаревич, да, ну, как бы из Балтийского региона, да, Иеронимус Убаревичус, да. Потом у нас есть Кубяк, который тоже как бы не является этнически русским. Но вот эти люди, они являются как раз основой и русского эксклюзивного национализма. То есть они не... Это статус такого имперского, да, как бы во многом? Да, 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 русификаторского. Русификаторского, да. То есть они не учат здесь даже бурятской автономии. Они предлагают создать губернию без автономных прав. И поэтому, в общем, даже после того, как ДВР входит в состав РСФСР, у нас на некоторое время неформальная такая автономия в экономике и политике сохраняется, да. Дальневосточный революционный комитет имеет отчетность напрямую перед Москвой, ну и некоторым центральным органам просто не подчиняется, да. То есть он напрямую подотчетен со наркома. И вот этот самый ДВР, он ставит палки в колеса уже принятому в Москве решению о создании бурят Монгольской республики. И, например, препятствует поездке бурятских большевиков в Москву. Да, и Сталину приходится писать, как наркома по делам национальности, ему приходится писать на Дальний Восток, а ему в ответ просят, а вы точно решили, да, вы точно-точно решили создать бурятскую Монгольскую республику, да. То есть здесь бурятским большевикам приходится бороться за вот эту республику, и у них, конечно, союзники в Москве, и на Дальнем Востоке, да. А что касается корейцев, то корейцы тоже хотят создать здесь хотя бы автономную область, да. И у нас ряд дискуссий по линии Коминтерна происходит. Это как бы был таким важным, это был очень важный фактор для создания Бурятской республики, да, то есть успех Монгольской революции как бы показывал то, что вот это очень важно создавать у себя, деколонизировать территорию бывшей империи, да, чтобы, скажем, распространять большевизм дальше, да. Ну и корейцы пытаются по той же логике добиться самой автономии, но у них это не получается, и как раз здесь дальневосточные националисты, они отстаивают идею того, что корейцам автономия не нужна, и их корейские большевики даже называют, обвиняют их в великорусском колониальном шовинизме, да. Ну и мне кажется, что это вполне себе нормальное определение того, что происходит, да, потому что им просто объясняют, например, да, на каких-то местных собраниях, да, я читал протокол такого местного собрания сельского, корейского, куда приезжает инструктор большевистский, его спрашивают. Ну он читает лекцию, лекция единогласно в резолюции, как бы поддерживается, и потом идут вопросы и ответы. И он задает вопрос. Расскажите, пожалуйста, подробнее, кто имеет право на автономию? Ну он говорит, я не знаю, откуда он это берет, я это не видел в документах, но он говорит, что если на какой территории две трети населения подлежат какой-то национальности, то они имеют право на автономию. Его спрашивают, хорошо, если мы будем в какой-то территории две трети населения составлять, мы имеем право на автономию? Он говорит, нет, вы не имеете. А они спрашивают его, почему? Потому что тогда Япония будет предъявлять права на вас. То есть как бы такая оборонческая логика здесь. И в итоге корейцы автономии не получают. А не было проектов просто в основе таких тоже прожектерских на штыках с помощью корейцев, как и Монголию, освободить Корею. То есть взять вот этих политэмигрантов, сформировать из них отряды, плюс Красная Армия. И Корея-то от Владивостока не очень далеко. И вот, к примеру, найти какого-нибудь местного сущебатора и сделать революцию в Корее. На этапе ликвидации ДВР уже большую часть первейшей позиции в элитах, особенно большевистских, играют те люди, которые придерживаются такого государственнического курса. И те, кто... Ну вот я почему их делю на транснационалистов и националистов, в их отношении внешней политики ведут себя как сторонники определенного государства, а не международного пролетариата или угнетенных наций, да? То есть если мы будем говорить о первом наркомии иностранных дел, о Троцком, то это, конечно, такой пример транснационалиста, да? То есть для него нация, как форма самоорганизации, роли большой не играет, да? То есть он как раз за устранение нации, за глобальную солидарность глобального вот этого угнетенного сообщества, да? У Чичерина подход другой. Чичерин как бы фактически возвращается таким классическим международным отношением, где есть государство Советская Россия, и этому государству невыгодно торится с Японией, да? И корейская политика уже, начиная с 2021 года, она уже следует вот этой логике. То есть у нас еще до провозглашения и до принятия принципа строительства социализма в одной отдельно взятой стране, уже во внешней политике здесь, на Дальнем Востоке, этот принцип вовсю действует, да? То есть когда отношения с Японией немножко портятся, ну вот переговоры идут тяжело, тогда начинаются вот эти инициативы по формированию Корейской Красной Армии, но которые заканчиваются конфликтом, как я уже сказал сегодня, да? Когда партизан не удается в нее включить. Как только отношения с Японией немножко налаживаются, да, происходят какие-то конституционные соглашения, то тогда сразу корейский вопрос либо на паузу ставится, либо закрывается. Ну это доходит до смешного. Скажем, приезжают какие-то корейские политики тоже в 20-е годы во Владивосток, ведут там активные переговоры, потом немножко наклевывается улучшение отношений с Японией, им говорят, все, извините, вам нужно ехать обратно. Ну и в определенный момент просто корейцам говорят о том, что вся революционная деятельность корейская теперь может вестись только на территории Кореи. И, соответственно, все те корейцы, то есть те люди, которые, соответственно, сыграли ключевую роль в закреплении здесь власти большевиков в период ДВР, непосредственно после, они оказываются устраненными вообще от революционного движения. То есть им не просто не рекомендуется этим заниматься, им просто это запрещено. Ну и заканчивается все в 2026 году, когда под эгидой Чичерина опять же совещание в Москве принимает решение о том, что необходимо приостановить сюда миграцию корейцев, да? И то есть у нас происходит такой полный возврат к какому-то охранительству имперскому, да? Когда корейцев видят элемент угрозы, а не элемент распространения революции. Ну и давай последний вопрос. Как бы последствия существования Дальневосточной республики, условно говоря, вот ее ликвидировали, но оставила ли она какой-то, условно говоря, след и в истории советского Дальнего Востока, или может быть современной, да? Ну вот, естественно, ситуации. Вот наследие ДВР, оно есть? Или вот как бы ее ликвидация действительно уничтожила и гомонизировала территорию, сделав ее там типично советской? Я бы начал с экономики здесь. Даже несмотря на то, что ДВР полностью вошла в состав Советской России в 22-м году, до 26-го года она в экономическом смысле такой была полуавтономной. В 25-м принимается решение, в 26-м году формально создается Дальневосточный край, который как бы решается вообще какой-то автономией, да? И власти Дальнего Востока просят сохранить эту автономию, говоря о том, что им удалось вывести регион на самоокупаемость. И здесь, наверное, самая большая параллель с какими-то событиями последующими, да? То есть такая вот экономическая автономия приводит к каким-то... Ну, у меня нет возможности верифицировать эти данные, да? Это говорят люди, которые хотят сохранить автономию, да? То есть они говорят о том, что мы добились успехов, поэтому нужно сохранить автономию. Я не могу сказать, действительно ли их успехи, да, были такими весомы в экономике, но, по крайней мере, это то, что они говорили. И у нас получается такая ситуация, что как только здесь появляются какие-то экономически автономные сюжеты, то тогда происходит вот достижение вот этой заветной цели имперского и советского правительства, да, и, наверное, постсоветского, да, наконец-таки, как бы, интеграция этой территории в азиатско-тихоокеанский рынок и реализация ее потенциала, да? Это как бы в экономическом смысле. И здесь у нас есть продолжение этих тенденций, да, и в нулевые, и в десятые годы, да, наверное, многие помнят о том, что была идея создания государственной корпорации Дальнего Востока, потом все это закончилось созданием особого министерства, да, как бы это министерство, но теперь министерство Дальнего Востока и Севера. Я не знаю, это означает то, что одни и те же проблемы по экономическому развитию, или же просто это очередное... Или это министерство колоний, соответственно. Ну, как бы, я бы даже сказал, что очередное признание того, что попытка создать отдельное новое министерство ни к чему не привело. То есть административное решение как бы экономического развития опять не получилось. Да, и это у нас на Дальнем Востоке происходит, ну, с момента присоединения этих океанского побережья 1860 года, да, то есть вот это вот постоянная попытка централизаторскими методами решить то, что централизаторскими методами не решается. Вот, это экономика, да. И здесь важно отметить, что до, как бы, до ликвидации ДВР, ну, по моим источникам, по крайней мере, никакой, как бы, политической независимости Дальнего Востока речи никогда не шло. Да, то есть все время шла речь о каких-то особых экономических условиях. Да, потому что территория малозаселенная, ресурсы у нее огромные, выход на рынки есть, да, и, как бы, нужно это поддержать, да, какой-то определенной политикой специализированной. А если мы сейчас посмотрим на протесты, в том числе, то там, конечно, речь очень часто идет о политическом лозунге, да, и это, как бы, мне кажется, появляется из-за недостаточности информации о том, чем являлась ДВР, да, и это связано, конечно, с тем, что были очень многие репрессированные из тех, кто занимался созданием этой республики, ну, краснощека в первую очередь. И было вообще запрещено, как бы, нормально описывать историю, да, ДВР до 50-х годов. В 50-е годы, как бы, после, в конце 50-х годов начинают публиковаться какие-то документы про Дальний Восток, и как-то немножко этот сюжет возвращается, но уже в 70-е годы происходит вот консолидация того самого, той самой формулы, с которой мы сегодня начали, да, то, что ДВР у нас создано как буферное мариничное государство, да, из Москвы по инициативе Ленина, да, и у нас, насколько я могу судить, в 76-м году появляется вот эта мистификация о том, что Ленин лично придумал ДВР, да, и вот с того момента эта идея кочует из одной книги в другую, и на всех языках, да, на которых я читал литературу по этому поводу, вот вплоть до начала ревизии, да, и возвращения к реальной истории ДВР, которая, как бы, история хаоса, а не история идеально спланированного какого-то плана из Москвы. Отлично, и на этой, как бы, мне кажется, красивой ноте, что это такая дальневосточная хаотическая республика, да, мы, наверное, наш подкаст закончим на сегодня. Я напомню, что у нас в гостях был Иван Саблин, научный сотрудник Дейдельбергского университета и автор книги «Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации». Я напомню, да, что ссылку на эту книгу я поставлю в описании и рекомендую вам ее купить и прочитать. Иван, огромное спасибо. Большое спасибо. Да. И на этом все. Следите за новыми обновлениями. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok